Давайте помолимся перед словом вступления. Господь, я так почтен, что я могу быть здесь, в теле Твоем. Я благодарен Тебе за все происходящее здесь, за дух изобилия, Господь, за дух поклонения, за дух слова, Господь, за дух обучения, Бог. Спасибо Тебе за каждое сердце, которое пришло сюда в этот час, чтобы поклониться, чтобы услышать от Тебя. Прошу, благослови, наполни это место, как Ты наполнил уже его, и призабил здесь слава Тебе. Благослови Тебе слово вступления. Спасибо Тебе за все. Аминь. Дорогая, дорогая, дорогая и бесценная Церковь Иисуса Христа. Просто благодарен, что вижу каждого. Вы просто драгоценные камни. Вы просто камни в руке Иисуса Христа. И нету бесценного ни одного. Просто хочется раствориться в каждом из вас. Просто это слово, о котором... Вы слово. Вы слово Христа каждого. Независимо, как себя кто чувствует. Я так благодарен, что вы сейчас здесь сидите на своих местах. И вы бесценны, да, допустим, для меня. Я просто дышу каждому из вас. И когда я вижу просто... Можно просто стоять сзади, присутствовать с вами и наслаждаться этим. Потому что вы светитесь. Вы яркие, сверкающие камни. Ободряю, ободряю. Не оставляйте без участия. Если есть минутка, вырывайтесь сюда. Бегите сюда. Потому что это драгоценность. Это, как Алексей говорил, это глоток нашего свежего воздуха. Который... Он просто жизненно необходим. У нас есть Христос. Он изобилие. В нем изобилие всей благодати. Всей полноты. И... Очень интересное слово. На английском языке я услышал. Стих такой интересный. Для меня Христос это... Ну вот... Он просто... Он прорыв всего. И просто он невероятен. Но Иисус говорит... Смотрите, какие слова. В Иоанна 14, 12. Он говорит... Истина. Истина говорю вам. Верующие в Меня дела, которые я творю. И Он сотворит. И больше сих сотворит. Потому что я к Отцу иду. Я вообще думал, Иисус, да ты высший пилотаж. Просто лучший, чем ты сотворил. Я думаю, что мы можем сделать здесь. Для меня это было такое слово, как бы... Ну, чуть-чуть непонятное. Думаю, что я могу дать Иисус тебе. А Он говорит, я иду к Отцу. И, опять же, где я услышал это слово? Я услышал его с кафедры. В Вибрийском институте. И оно вошло в меня. И останется со мной навсегда. Так же, как... Самир приезжал, приехал в Шаки. И он говорил... Я не помню, когда он говорил слово. Оно сетит во мне. И я ему сейчас отделился, как он ободрил меня когда-то там... Может, полгода назад или год. Это прекрасно. Вы живые, драгоценные камни. Вы каждый шепнете себе друг другу на ушко что-то. И вы не думаете, что это слово от вас. Это Иисус говорит через вас. Каждому из нас. Так вот это слово, смотрите. И я сотворю те дела... То есть вы сотворите те, которые больше, чем я. Я говорю, как вообще, Господь? Ты высший пилотаж. Ты лучший. Он говорит, я иду к отцу. И я пошлю на вас, другое. Я... Вот сейчас здесь, в Галилее, творю чудеса. Я здесь, в Самаре, пришел, сотворил что-то. Местное. Местное чудо. Местное. Я вот здесь. Я дальше прыгнуть не могу. Но когда я пойду к отцу, придут миллионы Христов на землю. Через Дух Святой. Через верующих. Через нас, драгоценные камни. И в данный момент, мы не знаем, сколько людей исцеляется в Африке. Сколько проповедей спасается душа в Америке. По всему лицу земли. И Бог мне так открыл это, что мы все настолько драгоценны в нем. И настолько Христос гораздо больше сейчас работает, чем он был на этой земле, когда ходил среди своих учеников. Он зародил эту веру. Вдохнул нас в нас это. И не считайте себя обделенными в чем-то. Мы все в теле. Мы просто единое целое. И когда я сегодня пропустил эти два мероприятия, я не был там, по-моему, на воскресенье, в английский, для меня это уже вау! Я вас не видел уже просто миллион лет. Я летел сюда, потому что реально хотелось просто увидеть, просто посидеть рядом. Не обязательно можно даже что-то говорить, просто быть с вами. Мы драгоценны, в руке Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Вау. Вот это вид. Алексей, я с тобой согласен. Среда, пастор, что творится? Вау. Сейчас вообще будет время денежных приношений. Помолимся в конце, сейчас прочитаю. Легла сегодня мне на сердце книга «Ниеми». Знаете, он строил стену, да? В курсе, да, вокруг Иерусалима. Здесь молитва его описана в девятой главе. Он в ней рассказывает о том, что когда сыны Израилевы обращались к Господу, Бог их благословлял и так далее, и так далее. И землю там из Египта вывел. И как только они успокаивались в этом благословении, начинали отворачиваться к другим богам. Кто золотого тельца отольет? Аркаш, ничего страшного, не про тебя. Отливай, сколько хочешь. Если кто заказывает, отливай. Но потом они дали им обед в десятой главе. С 32 стиха прочитаем несколько стихов. И поставили мы себе в закон давать от себя по третий сиклик год на потребности для Дома Бога нашего. На хлебы предложения, на всегдашние хлебные приношения, на всегдашние всесожжения, на субботы, на новописище, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля. И на все совершаемое в Доме Бога нашего. Обязались мы каждый год приносить в Дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плотов со всякого дерева. Так что, если у кого-то помидоры выросли, будьте любезны. О, мой! Я по секрету скажу. Нас угостили помидорами вчера. Я не знаю даже говорить, кто, потому что там не так много осталось. Начатки с земли. Начатки с земли. Также приводить в Дом Бога нашего к священникам, служащим, в Доме Бога нашего, первенцев и сыновей наших, и скота нашего, как написано в законе, и первородные от крупного, и мелкого скота нашего. И начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять священникам в кладовые при Доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Арома, чтобы левиты десятину и свои десятину отвозили в Дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Классно, правда? Так здорово! Так здорово! Об этом мне было сегодня читать. Еще я сегодня прочитал про Авесолома, который убил Авнона. о том, что он два года это замышлял. Потом три года прятался от своего отца Давида. Целых три года Давид размышлял о своем сыне. А мне само. Еще сегодня две драгоценные девушки услышали историю об Ионе и приняли Иисуса Христа в свое сердце и узнали, что их имена записаны в книге жизни на небесах и возрадовались. И мне нравится, что наш Бог, Он милосердный, многомилостен. Мне нравится сердце Давида. Именно о нем Господь сказал, что Бог, Он Бог нашел мужа по сердцу своего. Потому что три года Авесолом отсутствовал, в бегах был, в изгнании. Давид размышлял. А потом, когда его убили, горевал о нем. О, сын мой, сын мой, сын мой, Авесолом. Тот, который прошел, пошел против тебя, Давид, ты что? Сын мой, сын мой, Авесолом, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Ну, ты даешь, Давид. А Бог говорит про него, нашел мужа по сердцу своего. Вот такое сердце у нашего Бога. Поэтому соберем десяти. Кладовые. Дороге нравится. Во всех городах, где у нас земледелие, у нас в Москве земледелие, раз, это правда? Ну, кое-кто умудряется в своих тепличках выращивать помидоры. Давайте, помолимся за приношение. Отец наш Небесный, спасибо тебе, что ты продолжаешь собирать урожай на этой земле. Урожай душ спасенных. И ты посылаешь своих людей во весь мир, до конца, до края земли. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, что мы драгоценные камни, собранные, сполоченные вместе в церкви, в одной церкви. Спасибо тебе. Ты глава, а мы члены, сполоченные тобой, Духом Святым. Молимся за приношение, молимся за десятины, молимся за финансы каждого человека. Благослови, защити, покрой, приумножь во им Иисуса Христа. Аминь. Прекрасная аудитория. Аминь. Да, Аминь. А что, вы готовы? Еще будут на сорок. Знаете, есть что сказать. Есть что сказать. И не от себя. И не от себя. Первый наш стих Евангелия от Матфея, десятая глава. Вы спросите, пастор, откуда вы знаете, что не от себя? Хороший вопрос. Давайте посмотрим. Итак, Иисус находится со Своими учениками и говорит. И говорит. 21 стих. 10 глава, 21 стих. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и от крым младенцам». Слово «младенцы» это только что народившиеся, которые а? Что что? А, ссылку. Лука, 10 глава, 21 стих. Ты утаил это от мудрых и открыл и разумных, но открыл младенцам. Ей, Отец, ибо таково было Твое благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал, «Все передано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». 23 стих. Слушайте внимательно. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо, знаете, как хорошо быть учеником Иисуса Христа, потому что мы можем услышать особое слово, которое не звучит для всех. И здесь мы видим с вами, обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очевидящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари, еще раз, что многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите и не слышали». Многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и что и не видели. О ком он говорит? О пророках и царях Ветхого Завета. Иисус приходит сюда на землю, и никто не знает Его, кроме Небесного Отца. И Отца не знает никто на земле, кроме Иисуса Христа, и кого Он хочет открыть, и Он обязательно откроет. Потому что мы с вами узнали Отца только через Иисуса Христа, которого Он открыл нам. И мы с вами преклонили ухо свое, чтобы смирить сердце свое и быть учениками. Иисус говорит, вы знаете, на протяжении всего Ветхого Завета столько много пророков желали слышать то, что вы слышали и царей. Вы со мной? И царей. Выше царя нет человека. И мы сегодня будем говорить об этом. И не слышали, и то, что вы видели, и они не видели. Вы знаете, когда Господь Иисус говорит о будущих временах, у Него есть определенная цель. По-моему, Леша там, да? Или кто там стоит? Иисус говорит, говорил о будущих временах. Вы с вами много говорили вам в отношении церкви, в отношении братолюбия, любви, обучения. но Иисус также посвящал время, говоря о будущих событиях. Вы знаете, Иисус, говоря о будущих событиях, хотел, чтобы Его ученики и мы с вами ни в коем случае не пугались их, потому что сему надлежит быть. Аминь. Мы с вами, воспринимая Слово Божие и Слово Мудрости не от кого-то, а из самого сердца Иисуса Христа, мы с вами очень внимательно относимся к этому. Как сегодня Александр молился и говорил Господи, чтобы нам не упустить ни одной мысли, ни одного слова. Посмотрим, как у нас это получится. Аминь. Чтобы не упустить ни одной мысли, ни одного слова. Почему? Да потому что мы имеем такую наклонность, чтобы использовать определенные вещи в самой мизерной мере. Я поясню, что это такое. Например, у меня компьютер. Ну, последний писк, да, я не знаю, какой сейчас. я приобрел вот этот компьютер, он может все. А я играю, а я пасьянцы раскладываю. И играю, как это игра вот эта вот? Да. Сокрой. В нем заложены невероятные возможности, а я в игрушки играю в нем. Хотя, хотя он предназначен для того, чтобы делать, совершать серьезные задачи. Аминь. Или, например, у меня есть машина Феррай, ну, допустим. Аминь. GT BDMD 3XY и так далее. Это супер автомобиль. Вы представляете, я на первой скорости по Щелковскому шоссе. Люди проезжают и говорят, ты что? Ты что? А я говорю, а я удовлетворен этим. Ты что, может быть, на вторую переключишься, на третью, на четвертую? И вот аминь. Яу! Нет, мне и так хорошо. Я еду на первой скорости. Или, например, жениться для того, чтобы жена мне есть готовила. Аминь. Вот цель моей жениться. Я хочу жениться, да? Или, например, я так думал о нас с Ириной. Как здорово, что я женился на стрижке будем экономить? Вы знаете, мы с вами, у нас есть тенденция, чтобы мы очень низко плавали где-то там, цепляясь за мизерные вещи, тогда, как у нас есть невероятный Бог. Аминь. Невероятный Бог. И что Он, ой, что вы, да что вы, когда Он нас спас, мы еще даже не представляли, что в нашей жизни произошло. И мы с вами здесь, на земле, для того, чтобы не экономить на мелочах, не ездить на Феррари 10-20 километров в час, а им и со мной, чтобы использовать свою жизнь, имея это Слово Божье на всю катушку. Нас не устраивает вот эти вот, вот такие вещи. Нас не устраивает, к нам в руки попало невероятное Божье Слово, о котором сам Иисус говорит, небо и земля придут, но слова Мои никогда не придут. это означает в небесной библиотеке на первом месте будет эта книга во веки веков. Аминь. Цари желали видеть то, что мы с вами видим в нашей жизни. Пророки желали знать, что же произойдет за этой завесой, за этой тайной, которая является Христос распятый, а что после Него? Особенное какое-то время благодати. И они не знали это. И Иисус говорит, а вы рыбаки Мои, и Он называет их младенцами. Аминь. А вы Мои рыбаки, вы с ними рядом не стоите, но вы слышите и видите такие вещи. Давайте мы с вами откроем книгу Даниила. Кто читал книгу Даниила? Хорошо. Кто не читал книгу Даниила? Хорошо. Кто читал и ничего не понял? Очень хорошо. Кто-то откликнулся, кто-то читал и ничего не понял. книга Даниила просто невероятная книга. И мы с вами сегодня посмотрим на эту книгу совсем с другой стороны. Со стороны того, что мы с вами имеем нечто, что не снилось царям и пророкам Ветхого Завета. Что у нас есть законченная Библия, Писание. И Петр говорит, что вы правильно делаете, что обращаетесь к Писанию как к свидетельнику, который сияет в темном месте. Я говорю это не только к мужчинам, но и к женщинам. Аминь. Может быть, жена говорит, пускай муж мой занимается этим, а я где-нибудь в тени посижу. Нет, слушайте, мы с вами изучаем эту книгу, и это она для всех, эта книга. Аминь. Книга Данила начинается с первой главы, в которой мы видим с вами, что было пленение израильского народа. Это первое пленение, 609 год. И в это пленение были захвачены царь и царская семья, и также родственники царской семьи. И среди них находились четыре человека, четыре иудея. Вы все знаете историю про Иосифа, правильно, да? Что он сказал своим братьям в 50 главе? Что он сказал своим братьям, когда он открылся им? Он сказал следующее, что это не вы меня продали, а что это Бог меня послал. Слушайте, вы знаете, мы можем просто-просто быть пораженными, насколько Бог может делать вещи, которые не укладываются в нашем уме. Аминь, вы со мной? Оставайтесь терпеливыми, оставайтесь в ожидании, не бурчите, не оставляйте Бога, не отступайте, обязательно приближайтесь. И мы с вами видим, что произошло невероятное событие, весь княжеский и царский род был переселен в Вавилон, чтобы ослабить иудейское царство, чтобы там не было возрождения, чтобы не было сопротивления Вавилонской империи, а и лично царю Новухудоносов. Мы с вами будем читать об этом царе, что Бог ему дал, и это просто невероятно. И мы видим с вами, что эти четыре человека, они пришли, и я хочу вам сказать сегодня, это не просто пленение было, это Бог послал своих людей и поместил их в самое сердце Вавилонской империи. Вы со мной? Потому что там никого не было толкового. Там все, мы сейчас будем читать, там окружение царя было совсем не то, которое должно быть. И к сожалению, сейчас это также продолжается, что цари и президенты окружают себя не теми людьми, но Господь решил, я в самое сердце Вавилонской империи помещу моих людей Божьих. Я помещу их туда, и никто их не столкнет оттуда, потому что я забью эти четыре гвоздяк и никто не сможет их вытащить. Никакие заговоры, никакие стуканы и так далее. Итак, эти четыре человека находятся вместе с ним. И один из них очень близко к Новоходоносову, которого Бог называет, я подчеркиваю, которого Бог называет царем царем. нет выше него никого. И вторая глава начинается со следующего. Во второй год царствования Новоходоносора снились Новоходоносору сны, и возмудился дух его, и сон удалился от него. Второй стих. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеи, и халде. Видите окружение Новоходоносора? Видите, да? Кто? Давайте прочитаем еще раз. Кто окружает царя царей? Кто вокруг находится царя царей? Который правит над всей той землей, я имею ввиду это вся населенная часть Вавилонской империи. Кто правит? Кто находится вокруг этого человека? Смотрите кто? Мы сейчас только прочитали. Дайноведцы гадатели, чародеи, халдеи, я не знаю, что это означает, но думаю, что это из этой же когорка. Слушайте внимательно. Бог помещает своих людей, у которых есть Слово Божие, рядом с важным человеком. И он любит этого царя. Вы представляете? Любит этого царя, но в худоносах, и помещает рядом с ним своих людей, потому что видит вокруг него одни пустозвоны. Одни пустозвоны. Гадатели, чародеи, тайноведцы. Слушайте, разве у них есть истинное слово? Разве у них есть слово, которое не придет? Разве у них есть откровение от Бога? Да нет, они все пустые. И вы знаете, что происходит сейчас в нашем мире по сей день? Что люди не хотят слушать Божьих людей. Они хотят ходить к чародеям, к халдеям, к тайноведцам, к вызывателям мертвецов, и думать, что они что-то там такое скажут. Сегодня мы говорим всем, и те, которые смотрят нас по видео, они ничего не скажут. Это пустое место. Нет ни истины, ни слова, ни жизни. Аминь. Пастор Шарль рассказывал одну историю, как одна женщина, вернее, девушка, пошла к читателю по ладони, или как они там называются, а пошла туда, и там эта Ахалай-Махалай, Ахалай-Махалай, пришла домой с демоном, с настоящим, а не с каким-то синтетическим, которого гоняет из друг друга верующий в Иисуса Христа. С настоящим пришла демоном домой. И пастор Шарль почему он знает эту историю, потому что мать пригласила, чтобы помолиться за это, за его дочь. И пастор Шарль говорит, как это случилось? Пошла, чтобы ей почитали по руке. Слушайте, у нас есть намного большее, чем эти все пустозоны. Намного большее. С нами Бог разговаривает. Иисус говорит, что цари и пророки, они желали видеть то, что вы видите, и слышать то, что вы слышите, и не видят, и не слышат. Почему? Да потому что я избрал вас, обыкновенных, простых людей, чтобы наполнить сердца ваши мудростью свыше, и чтобы вы были даром для тех людей, которые окружают вас. Кто знает, может быть, это будет царь или президент. Как печально, что царя и президента окружают всякие пустозвоны, гадатели, тайноведцы, волхвы, чревовещатели и так далее, которым он встаиваю комнату, заходит, и они там начинают да-да-да-да-да-да-да-да-да, ничего там нет. И это очень серьезная вещь. Итак, созвал он своих мудрецов. И видел, и так, чтобы они рассказали царю сновидения его, они пришли и стали перед царем. Вы знаете, науходоносор настолько сейчас покажет явно, что вся эта свора не имеет никакого веса. А знаете как? Они пришли такие, что царь желаешь? И он говорит, сон мне снился тут. Кстати, я хочу сказать, науходоносору снился сон. Аминь. К нашим снам это не имеет никакого отношения. Хорошо? Все сны, которые должны были присниться и записаны в Библию, они приснились и они записаны. Аминь. Так что расслабьтесь по этому поводу. Аллилуйя. ваш сон уже не войдет в Писание. Почему? Потому что достаточно Господь определил. И этот сон был непростой. И сынок он просыпается и говорит, а-а-а-а. И дух его встревожился. И он говорит, меня медленно позвать всех поднять. А-а-а-а. Ну еще вы видите, какой это был на нос. Все пришли и говорят, в чем дело царь? Царь говорит, сон снился. Но не помню какой. Класс? Не помню какой. И вы, мои верные мудрецы, давайте-ка вы мне сначала сам сон расскажите ему. А потом что? А потом толкование. Они ему говорят, ну как же это всегда было так, что ты нам сон рассказываешь, правильно, да? А мы тебе потом присовокупляем толкование. А-а-а-а. Ну-ка, он тоже не дурак. Он говорит, вы это самое время хотите выиграть. Ну-ка, давайте-ка быстро мне говорите, какой сон мне приснился. А потом скажите значение. Вы знаете, что это такое? Их, они, они были взвешены. Все вот эти халдеи, чародеи, тайновецы, они были взвешены. И все оказались ничем. Потом почему? Да потому, что Бог приготовил совсем других людей для Навуходоносора. Аминь. Давайте прочтем дальше. Итак, девятый стих. Девятый стих. Так как Навуходоносор говорит, так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман. Пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение. Ай, красава, ну, куда мы взяли. Ай, молодец. Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного, ни от какого-то тайновеца, гадателя и халдея. Дело, которое царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. 12 стих, смотрите, рассверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов в Амелодске. Да? Дальше читаем. Итак, Даниил, 16 стих, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он предоставил царю толкование сна. И Даниил пришел в дом свой и рассказал дело о нами и Месаилу и Азаре и товарищам своим. Мы уже сказали с вами, для чего они там? Для чего они там? Для того, чтобы Бог мог сказать свое слово в самом сердце Вавилонской империи. Али? Слушайте, вы думаете, что Господь не заботится о том, что происходит в начередине начальства и властей? Вы думаете, что там ничего не происходит? Уверен, что происходит? Потому что Господь заинтересован в том, чтобы было явлено Его Слово. Давайте дальше прочтем. Итак, чтобы они, итак, с товарищами с твоими, 18 стих, чтобы они просили милостью Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими, и тогда открыта была тайна Даниилу. В ночном видении Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и элита, излагает царей, поставляет царей, дарует мудрость мудрым, разумение разумным, он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним, славлю и величаю тебя, Божий отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. 20-26 стих. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел и значение его? И Даниил отвечал царю и сказал, Тайны, о которые царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Помните это слово? Блаженное то, что вы слышите. Аминь. Блаженное то, что вы видите, потому что это все истина. Там нет подвоха, там нет обмана, там открытое сердце Иисуса Христа, которое никто не сможет открыть, кроме самого Иисуса. Даниил отвечал царю и сказал, Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю разумение, что будет в последние дни. Сон Твои, видение главы Твоей на ложе Твоем были такие. Ты же, царь, на ложе Твоем думал о том, что будет после этого. И открывающий тайны показал Тебе, что будет. А мне, слушайте внимательно, а мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца своего. Аминь? Как здорово! У кого еще есть Евангелие Благодати на этой земле? А? Кто еще мог, может сказать и ободрить человека, да так ободрить, что это будет настоящее спасение и настоящее присутствие Бога и настоящее учение, что человек может, может быть обучаем Духом Святым и проводить это время качественно здесь, на земле. Аминь? Мы с вами не самые мудрые, мы с вами нам просто была дана привилегия. Аминь? Открыто. Спасибо, Господи. Ты открыл нам Евангелие Благодати. Да, Саша? Аминь. Аллилуйя. И для царей так же. И для каждого. И до нее начинает рассказывать Тибет 31 стих. Тибет царь было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном плеске стоял он перед тобой. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и две руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные. Голени его железные и ноги его частью железные и частью глиняные. Ты видел его доколе камень. Слушайте внимательно. Ты видел его доколе камень. Не оторвался от горы без содействия рук. Удавил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних губрах. И ветер унес их и следа не осталось от них. А камень разбивший истукана сделался великую горою и наполнил всю землю. Аминь. И наполнил всю землю. Дальше давайте прочтем. Смотрите очень внимательно. Вот сон, скажем, перед царем и значение его. Ты царь царей, ты царь царей, которому Бог небесный даровал царством власти сил. Кто даровал? Бог небесный и всех людей на земле. Где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Аминь. Кто это сделал? Ну-ка скажите мне, кто это сделал? Бог Александр Фудоносор умостится на свой престол и чтобы ему все покорились царем? Да никогда в жизни это все делает Господь Бог для определенной цели. И Он не оставляет людей без откровения. Он заботится и здесь написано, что Бог даровал тебе все и даже зверей полевых и птиц небесных. Кто поспорит? Какую демонстрацию мы замутим перед дворцом нам Ходоносом? А? Скажите мне. За какую правду мы там будем бороться? Скажите мне. Если это Бог сделал и этот человек вы знаете почитайте о нем этот человек не такой тихий царь а этот человек головы сносит всем подряд. И Господь говорит он будет царствовать но я не оставлю его и буду работать с ним. Вы знаете у меня настолько много мыслей в отношении книги Даниила. Давайте будем молиться чтобы у нас было несколько проповедей потому что нам нужно знать что будет происходить чтобы наши сердца были свободны и были спокойны. Аминь. Потому что мы принимаем откровения от Бога и мы спокойны будем в бедственные дней потому что у нас есть особое слово от Иисуса Христа. Итак 39 стих 40 стих Данил говорит что ты голова на выхода носа вавилонское царство после тебя восстанет медоперсидское царство после тебя восстанет греческое царство после греческого царства восстанет римское царство но нам сегодня интересно следующее давайте перевернем страницу и закончим 44 стих Господь говорит в одни тех царств Бог Небесный возник и возникнет царство которое во веки не разрушится и царство это не будет и царство это не будет передано другому народу оно сокрушит и разрушит все царство а само будет стоять сколько вечно 45 стих вы со мной и как как ты видел что камень отторгнут был от горы не руками это очень важно и раздробил железо медь клин серебро из золота великий Бог дал знать царю что будет после него и верен этот сон и точно истолкование его тогда царь Нухадоносер пал на лицо свое и поклонился Данилу и велел принести ему дары и благовонные икрынии и сказал царь Данилу истинно Бог ваш есть Бог Богов и Владыка царей открывающий тайны когда ты мог открыть эту тайну аминь истинно наш Бог с вами есть Бог всемогущий открывающий тайны тот который открыл тайну Евангелия нам Евангелия благодати что всякий может спастись через веру в Иисуса Христа и что в жизнь каждого может войти этот камень который оторвется нечеловеческими руками слушайте дальше когда когда мы с вами были жили в этом мире без креста в нас возрастал вот этот истукан у которого золотая голова серебряная грудь и так далее он возрастал в нас потому что мы были частью этого мира вы со мной и мы были заключены в эту систему мира если бы Иисус так бы остались там и в нас бы не было ничего кроме пустышки которая не дышит не говорит не ходит не спасает аминь во всех есть этот истукан потому что это не просто царство это что это этот мир который надежно дьявол строил в нашей жизни и в нашей душе укладывал чтобы этот этот истукан стоял твердо но знаете что глупый ты дьявол кто поставит золотую голову на глиняные ноги а строители скажите мне пожалуйста скажите мне пожалуйста кто поставит золотую а вы знаете сколько удельный вес золота знаете что такое удельный вес вообще хорошо я вам скажу что в одном кубометре воды одна тонна а в одном кубометре золота 20 тонн понятно да это удивление веса какой глупец поставит золотую голову на глиняных ногах вы видите насколько глупа эта система вы видите насколько глуп тот который стоит за этой системой который лжет и лжет и лжет и окружает людей своими гадателями чародеями тайновецами вызывателями мертвецов гадателями по руке и не позволяет и не позволяет чтобы они знали истину а Господь говорит а у меня есть свои люди и если я захочу я поставлю их так высоко и никто их не столкнет аминь и здесь мы видим что это картина что камень откололся от горы без помощи человеческих рук это означает скала Иисус Христос откололся от горы это его царство и он без помощи рук человеческих ударил в эту систему нашей жизни истукана нашей жизни и что как здорово Господи что ты разбил нашего истукана аминь мертвеца в котором нет дыхания жизни который не может ничего дать который все возвышался и становился внутри нас в великолепном блеске и который поглощал наше время наши года нашу энергию наши финансы и кормили мы его и кормили и кормили но вот Иисус входит в нашу жизнь этот камень который отвергли строители но который сделался главой угла и он ударил нашего истукана и что и рухнул этот истукан сейчас знаете что происходит ветром уносятся остатки этого истукана на каждом собрании церкви аминь ветром духа господня и закончится тем что будет унесено все если вы пожелаете аминь аминь если я пожелаю знать то что не знали ни пророки и ни цари грядет библейский институт не пропустите не будьте глупыми не пропустите потому что мало времени у нас с вами вы за мной я желал чтобы на на библейском на библейских занятиях была хорошая аудитория вы понимаете меня хорошая аудитория вам не обязательно сдавать экзамены приходите слушайте приходите будьте с нами аминь и бог будет духом святым мало-помало разносить это останки этого истукана который я повторяю уже рухнул в нашей жизни и не имеет никакой власти мы с вами не от мира этого как и христос не от мира этого потому что в нас день за днем возрастает этот камень и в конце концов он возрастет и заполнит всю нашу жизнь и это царство бога внутри нас какие мы с вами младенцы с одной стороны а с другой стороны серьезнейшие люди на этой земле аминь 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 испугался затрепетал царь царей спасибо тебе иисус перед тобою преклонится всякое колено и ты дал нам господи царство твое внутри нас сокрушив нашего истукана и теперь господи выметаешь духом господнем и словом твоим оставки этого истукана из нашей жизни мы просим тебя господи чтобы мы сотрудничали с тобою даруй благодать господи захватывай сердца твоих людей евангелия благодати и невероятным интересом познания истины и откровения иисуса христа зачем нам гадатели всякие волхвы чародеи волшебники которые суть пустое место нам нужен ты и господь и ты верно говоришь с нашими сердцами спасибо тебе иисус христос продолжай вести нас продолжай обучать раскрывать тайны свои потому что тайна господня боящимся его и завет свой он открывает благодарна тебе господи иисус мы просим тебя во имя иисуса христа благослови это слово в наших сердцах благослови господи иисус ты все больше и больше возрастаешь в нашей жизни в нашем сердце и скоро ты станешь гороем которая заполнит всю нашу жизнь спасибо тебе иисус если вы не знаете иисуса христа как своего спасителя мы говорим вам сегодня что он есть истинный бог и жизнь вечная никто не приходит к отцу как только через иисуса христа никто не приходит к богу как только через его сына если вы имеете сына имеете и отца не имеете сына не имеете и отца примите иисуса христа он любит вас он спаситель ваш он есть пути истины и жизнь он спасет вас будет обучать вас наставлять вас и вести и его царство будет возрастать в вашем сердце обратитесь к нему в этой молитве веры и скажите господь иисус христос я верю в тебя ты бог пришедший на землю ты умер за мои грехи на кресте голгофы ты воскрес на третий день и ты принимаешь меня сейчас я прошу тебя прости мои грехи подари мне вечную жизнь спаси меня войди в мое сердце веди меня возрастай во мне и во имя твое мой бог и спаситель иисус христос я молюсь и прошу аминь